всем привет меня зовут дмитрий вы на канале отделочника из калининграда вот у меня наконец дошли руки до очередного видео сегодня мы немножечко поговорим с вами об укладке гипсового кирпича ну точнее о том как это делаем мы в данной ситуации мы укладывали кирпич от потолка во первых так смотрится более гармонично во вторых эти потолки шпаклеванный монолит и они в плоскости но не в идеальном уровне и мы постепенно от потолка разгоняли эту неровность выравнивая по лазерному нивелиру чтоб ряды визуально смотрелись уровень как видите мы работаем в тандеме мне не надо никуда слазить с подмастей у меня уже почищенный готовый кирпич рядом всегда и когда я дохожу до краев я просто делаю замеры юля готовит подрезку вообще это был немного затяжной объект но вот с кирпичом мы здесь справились очень быстро сначала мы наносили клей на сам кирпич потому что если наносить этот клей на стены то он моментально заветривается ну наверное первые ряды от потолка это даже и хорошо потому что меньше вероятности что вы запачкаете клеем потолок кстати кирпич не совсем ровно его приходилось периодически подрезать вот но я такую ситуацию предусмотрел то что я уже работал с этим клеем и мы взяли на объект ведро пва и после того как мы стали добавлять клей пва он стал во первых более эластичным во вторых но не так быстро заветривался и можно было уже наносить квадрат полтора работа пошла быстрей клей этот обычная гипсовая сыпучка в небольших ведрах рекомендованы именно к этому кирпичу вообще если правильно распределить действие то эффективность всего лишь двух человек увеличится где-то в три в четыре раза это конечно же очень влияет на скорость но опять же когда я доходил до угла я просто замерял подрезку называла размеры юля их записывала и пока я делал заготовки для наружных углов она занималась подрезка кстати к этому моменту все подрезки на наружный угол уже были нарезаны в размер а это тоже время потому что кирпич немножко разница в размерах и размеры получаются индивидуальные заготовки я делал на таком вот станке с нижним диском мне вообще нравится эти станки они очень компактные и на них можно резать любой формат конкретно вот этот вот станок покупался уже давно и был абсолютно копеечный но при этом прослужил мне уже более 10 лет надо конечно понимать что я не всегда занимаюсь только плиткой то есть он у меня в работе не прям в постоянном режиме но тем не менее но и когда я приходил делать наружный угол как я уже говорил все было нарезано в размер все это было разложено по порядку на подмастях и мы вместе вдвоем быстренько укладывали наружные углы после укладки поскольку кирпич все-таки неровные получались вот такие углы которые мы зарезали ножом примерно но и после фуговки они уже приобретали более-менее такой натуральный вид сколотого кирпича на углах в нишах просто шпаклевался кирпич заподлицо со стеной ну и красился потом чтобы ускорить процесс фуговки мы воспользовались шнековым пистолетом потому что с ним конечно фуговку делать гораздо быстрее сам пистолет мы сделали прямо на объекте буквально из того что было это переход 110 на 50 20 ппр насквозь через этот переход и внутри 16 сверло которое работает как шнек толкая клей наружу ну мы фуговали клеем ну а самый надежный простой в изготовлении я думаю производительный пистолет я видел на канале у геннадия смольянова ссылочка на этот ролик будет в описании а ссылка на канал в аннотации в конце видео клей мы разводили чуть-чуть жидким потому что у нас были совсем небольшие швы там буквально маленькие щелочки ну и плюс ко всему его так легче замывать и мы им еще немножечко тонировали кирпич потому что он отличался по цвету и вот эти переходы тогда становились менее заметны и замывать надо клей очень хорошо чтобы он на краях не оставался потому что там в кирпича такие микропоры и но иначе некрасиво смотрится то есть надо аккуратненько вымывать все это из микропор но и сначала мы думали что мы ускоримся я буду фуговать кирпича юля будет его замывать но получилось так что со шнековым пистолетом я фуговал гораздо быстрее чем она успевала забывать и в итоге юля дофуговала сама весь объект а я уже занимался другой работой в общем на каких-то относительно крупных объемах правильно распределенная работа когда у каждого своя операция работа в тандеме это очень удобно в итоге мы положили около 40 квадратов кирпича примерно за четыре дня с различными сложными запилами и фуговкой плюс мы его покрывали акриловым лаком и у нас получился вот такой результат ну и как всегда если это видео вам было не интересно палец вниз если же это видео вам было интересно и может даже чем-то полезно то палец вверх и подписка на канал жмите колокольчик чтобы всегда быть в курсе новых видео на канале ну и конечно я всем желаю удачи и хорошей работы до встречи в новых видео